Тулси Габбард И это проблема для демократии. Я думаю, что реальный вопрос, такер, который мы должны задать этим людям в Вашингтоне, должен звучать, к чему такая спешка? Почему представители обеих партий торопятся с этим законопроектом, не давая американскому народу возможности узнать, что содержится в нем, и оценить, какие будут последствия? Не только с этим законопроектом, но и следующей помощью, которую у нас попросят. Ведь реальность такова, что нет никакой непосредственной угрозы безопасности или свободе в Соединенных Штатах, исходящей от России. Собственно, нет никакой немедленной или даже долгосрочной угрозы со стороны России по отношению к Финляндии или Швеции. Россия сейчас едва может удержать маленький кусочек Украины. Так что я снова намерена спросить у наших лидеров, к чему такая спешка? Что мы точно знаем, так это то, что администрация Байдена не смогла четко описать нашу цель в этой прокси-войне на Украине. Она не смогла описать, чего мы хотим достичь. Ведь очевидно, что без определения этой цели конца войны не будет. Как недавние примеры такой политики, мы можем рассмотреть Афганистан или Ирак. И вот американский народ борется с высокой инфляцией, ростом цен на предметы первой необходимости, а мы отдаем 40 миллиардов долларов, а ведь у нас наверняка попросят еще. Американский народ заслуживает знать, каковы будут последствия этого действия в экономике и национальной безопасности в связи с возросшим шансом ядерного конфликта, если это не остановится. Чем больше я думаю об этом, зачем нападать на мам, которые беспокоятся о наличии детской смеси и называть их сторонниками России? Это, наверное, самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал. Почему они просто не отвечают на вопрос? К чему агрессия? Что думаете? Думаю, это говорит о том, что они не хотят, чтобы американский народ знал, что содержится в этом законопроекте, что будет дальше и во что это нам обойдется. Что произойдет, если мы продолжим идти по этому пути в течение долгого времени. Это должно быть тревожным сигналом для американского народа. Ведь он видит лидеров в Вашингтоне, которые прибегают к обзывательствам и клевете, вместо того, чтобы дать понятное объяснение. Вас оклеветали с самого первого дня, но вы так и не потеряли самообладание. Я определенно восхищен тем, как вы справились с этой атакой. Толси Габбард, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok